Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами новым рецептом. Картофельные драники с чесноком, без яиц и муки. Рецепт этих картофельных драников максимально прост и понятен. Они готовятся без муки и яиц, но отлично держат форму, получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри. Для остроты и аромата добавляется чеснок, а сочность придаст репчатый лук и сметана, но основной ингредиент, конечно же, любимый всеми картофель. Продукты на 4 порции. Картофель 800 граммов. Лук репчатый 150 граммов. Сметана 1 столовая ложка. Соль 0,5 чайной ложки. Перец молотый. Смесь перцев 1 щепотка. Масло растительное 4 столовые ложки. Процесс приготовления. Подготовьте все для драников, картофель, лук, чеснок, сметану, специи и растительное масло для жарки. Картофель очистите от кожуры. Репчатый лук и чеснок очистите от шелухи. Репчатый лук и чеснок натрите на мелкой терке в глубокую миску. Туда же натрите на мелкой терке картофель, периодически перемешивая его с луком. Добавьте соль, перемешайте. Картофельно-луковую массу откиньте на дуршлаг или мелкое сито, сливая жидкость в миску. Оставьте на 2-3 минуты, слегка придавливая массу лопаткой. Сильно выжимать не нужно, чтобы драники получились сочными. У меня получилось примерно 120-130 миллилитров жидкости. Аккуратно слейте верхний желтый слой. На дне остается примерно 1 столовая ложка белого крахмала. Он необходим в тесте, поэтому сливать его не нужно. Если картофель не крахмалистый, добавьте чайную ложку картофельного крахмала в натертый картофель. В миску с крахмалом переложите картофельную массу. Добавьте сметану и смесь перцев. Перемешайте. Из картофельного теста руками слепите круглый и плоский драник. Толщина около 1-1-5 сантиметров. Разогрейте в сковороде растительное масло. Выложите в горячее масло сформированные драники. Обжаривайте на среднем огне примерно по 1-2 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки. Обжаренные драники переложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Обжарьте следующую порцию. Идеальным соусом к драникам из картофеля является сметана. Подавайте драники к столу, пока они теплые, именно тогда их нежная сочная серединка отлично контрастирует с хрустящей корочкой. Яркое, вкуснейшее, простое и очень вкусное блюдо из картофеля, которое не нуждается ни в мясном, ни в рыбном дополнении. Вкусно и экономно, это картофельные драники с чесноком. Приятного аппетита!